МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Дальше, что мы обладали активы ипотечного рынка, обсудили в Доме правительства. На столичных подмостках труппа Чувашского академического драматического театра выступила в Москве. Последователи гибкого пути в Чебоксарах встретились сильнейшие дзюдоисты при Волжье. Бюджетный дефицит будет сокращен. Удастся снизить существенные коммерческие кредиты регионов. Федеральный центр поможет субъектам привлечь дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач. Сегодня об этом шла речь на совещании главы Чуваши на повестке дня и перспективы ипотечного рынка. Подробности у Дмитрия Ковалева. Выплачивать долги федеральному Минфину регионам станет проще. По итогам прошедшего в Ульяновске заседания госсовета президент страны поручил реструктуризировать бюджетные кредиты. В правительстве республики уже сделали предварительные подсчеты. Мы не будем, соответственно, возвращать тот бюджетный кредит, который должны были вернуть в 2018 году, 4 миллиарда 131 миллионов рублей. Возвращаем от этой суммы 5%. Если не было бы такое волевое решение принято, нам пришлось бы обращаться к коммерческим кредитам. Реструктуризация бюджетных кредитов рассчитана на 7 лет. Но эти сроки могут и продлить. Когда регионы по доходной части бюджета в 2018 году покажут рост, выше чем чуть-чуть инфляции, то предоставляется еще дополнительно на 5 лет. В связи с этим только на обслуживание государственного долга по коммерческим кредитам реальной экономики у нас получается не менее 350 миллионов рублей. Вот я задание давал, я задачу всех сейчас министерств, главных распределителей средств. С учетом предложения пожеланий главных распределителей средств Минфин сейчас должен учесть эти суммы. Правительство смягчит и бремя ипотеки. Центральный банк уже объявил о снижении ставок. В республике средние проценты кредитов на жилье уменьшились. В июле текущего года средняя процентная ставка составила уже 10,54%. Указанная процентная ставка является самой низкой процентной ставкой по Приворскому федеральному округу. Для сравнения, Приворскому федеральному округу эта ставка равна 10,88%. Ипотечные ставки будут уменьшаться и дальше. Региональные филиалы крупнейших банков уже разработали выгодные продукты. Мы уже работаем со ставкой 9,4%. По отдельным застройщикам, по которым у нас есть соглашение, ставка применяется даже 7,2%. ЖК тоже снижает проценты ставки на 0,5% и составит программу от 6,45% до 9,5%. Снижение ставок должно отразиться на увеличении спроса. В республиканском Минстрое в перспективе намерены реализовать и программу льготной ипотеки. В рамках реализации программы льготного ипотечного кредитования рассматриваются такие категории граждан, как медицинские и педагогические работники в целях закрепления кадров на рабочих местах. С начала этого года банки выдали более 9 миллиардов ипотечных кредитов. С учетом пониженной ставки, объемы займов могут увеличиться в два раза. А это гарантированные заказы для строительной сферы. Митрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Сегодня состоялось расширенное заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов республики. В нем принял участие глава Чувашия Михаил Игнатьев. Эффективная борьба с коррупцией предполагает межведомственное взаимодействие органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных структур, считает прокурор Чувашской республики Василий Пословский. Преодоление коррупции невозможно без формирования у населения атмосферы неприятия этого явления. Полагаю, органы власти и правоохранительные структуры должны еще и усилить правовое просвещение, пропаганду антикоррупционного поведения. Постараться нужно изменить общественное мнение граждан в сторону соблюдения законодательных норм. При проведении государственных и муниципальных закупок официально документы оформляются безупречно, но при тщательных проверках часто встречаются нарушения. Например, при проведении электронного аукциона бюджетная эффективность составляет обычно до 12%. Но отдельные муниципальные образования эти аукционы проводят в виде открытого конкурса, и бюджетная эффективность снижается в разы до 1-2%. Бывает, что подрядчики просто между собой договариваются. Здесь полномочные органы должны работать лучше и проводить качественную проверку, чтобы защитить интересы государства, отметил Михаил Игнатьев. Тем не менее, уровень возмещения материального ущерба бюджету достиг 70%. И это хороший результат, подчеркнул глава республики. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Привовском федеральном округе Михаил Игнатьевич Бабич определил Чувашскую республику как пилотный регион для того, чтобы выработать в нашей совместной деятельности лучшие практики по борьбе, по противодействию коррупционных проявлений и потом распространять эти материалы для других регионов Привовского федерального округа. Прокуратурой республики за 8 месяцев текущего года в ходе проверок раскрыто более 2000 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Это почти на 12% больше аналогичного периода прошлого года. В целях их устранения внесено 823 представления. По результатам к дисциплинарной ответственности привлечены 645 должностных лиц. В органы предварительного расследования направлено 28 материалов. В результате возбуждено 20 уголовных дел коррупционной направленности. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Начало сезона отопительного и окончание сезона ремонта дорог обсудили сегодня на еженедельном совещании в Чебоксарской администрации. Средняя температура на улице около 8 градусов, а значит в ближайшее время горожанам должны дать тепло. Только вот сети в городе готовы на 75%. Паспорты о готовности получили все соцобъекты, кроме одной городской больницы и большая часть жилых домов. Отопительный сезон скоро начнется, а сезон ремонта дорог наоборот заканчивается. В этом году отремонтировали больше 20 улиц, сейчас специалисты принимают работы. Основные претензии технодзора – непрочищенные колодцы ливневой канализации, незаделанные места контрольных вырубок и непроведенное благоустройство на месте ремонтных работ. Алексей Ладоков поручил подрядчикам устранить недоработки сразу же и не ждать, когда начнутся дожди и снегопады. Город оплатит дорожникам работы только после устранения всех замечаний контролирующих ведомств. Что касается следующего года, сейчас формируется перечень улиц, которые по программе «Безопасные качественные дороги» отремонтируют в 2018. Предложения принимают и от горожан. В списке остро нуждающихся лидирует улица Ленинского, Комсомола, Лапсарский, Складской и Монтажные проезды. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. От первого паровоза до нанотехнологий в Чебоксарах работает передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД. Что нового расскажут вам в музейных вагонах, знает Занис Кашин. Поезд, состоящий из девяти вагонов, курсирует по всей сети железных дорог России, а его музейные экспозиции постоянно обновляются. В этот раз посетители смогут ознакомиться с историей отечественного железнодорожного транспорта, увидеть макет первого русского паровоза Черепановых и многое другое. На стенде рядом со мной представлены макеты двух паровозов. Внесу представлен макет первого русского паровоза, который был построен в 1834 году отцом и сыном Черепановым в Нижнем Тагиле. Любой желающий мог опробовать специальный тренажер и почувствовать себя настоящим машинистом поезда. Перед началом движения машинист обязан подать один длительный сигнал. Давай, нажимаем на кнопочку. Смелей. Так, теперь левой ручкой берем контроллер. Давай, давай, смелей. И переводим его вперед. Вперед, вперед, вперед. В каждом вагоне вас встречает экскурсовод, который знакомит посетителей с экспозицией. Как работал железнодорожный транспорт в годы Великой Отечественной войны? Сколько новых маршрутов появилось на карте России в советское время? Какие технологии используются сегодня в строительстве подвижного состава? Об этом и многом другом можно узнать из первых уст. Денис Кашин, Сергей Адушкин, Республика. Счастливому по грибы ходить в Шамуршинском районе прошел традиционный грибной фестиваль. Уже четвертый год национальный парк Чуваш в Армане собирает любителей тихой охоты на вкусный и полезный праздник грибов. Гости не только пробовали блюда с грибами, но и участвовали в грибном марафоне. Подробнее расскажет Рифат Фаткулин. Боровики, опята, маслята, рыжики, свежие и маринованные. Любимые лакомства многих жителей Чувашии. Если в прошлом году белых грибов было в изобилии, то в этом преобладают опята, говорят грибники. Все знают, что грибной сезон непродолжителен, но энтузиасты успели и грибы заготовить, и гости угостить. На ярмарке даров местных лесов можно многое попробовать и, конечно, купить. Продаем грибы, мед, чай сами сделали, вот, иван-чай кипрей. Ну, в основном, вот, сувенирчики, пирожки, творог, все свое, вот, все это местное, все наше производство. Грибной фестиваль каждый год проходит на Новой Поляне, благо в национальном парке множество красивых уголков. Это делается для того, чтобы показать людям не только грибные места, но и всю красоту родной природы. Грибной фестиваль – это, так сказать, одна из акций, экологических мероприятий, которые мы проводим. В этом году, например, мы проводим это в рамках года особо охраняемых природных территорий и года экологии. Кульминацией праздника стал грибной марафон. Кто быстрее наполнит свою корзинку, найдет самый большой или необычный гриб. В сопровождении опытных грибников участники отправились в лес. В народе процесс сбора грибов называют «тихой охотой». Правда, добыча не убегает от охотника, но прячется хорошо. Нужен опыт и наметанный глаз, чтобы не вернуться с пустой корзиной. Самых лучших добытчиков наградили дипломами и памятными подарками. С каждым годом, говорят организаторы, гостей на ярмарке становятся все больше и больше. Настроение отлично, погода радует. Грибов я бы не сказала, что слишком много, как обычно. Но попадались, вот благодаря, немножко набрала сверху, вот как они, как они называются, как зонтики, да. А внизу там практически все опята и один большой подгрузок. Грибной фестиваль завершился, но сезон «тихой охоты» только в самом разгаре. По грибному календарю сентябрь – один из самых урожайных месяцев. Если не полениться и собрать то, что дарит нам природа, то в холодные зимние дни запасливые хозяйки смогут угостить своих домочадцев вкусными, эксклюзивными блюдами. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. На подмостках Москвы – Чувашский академический драматический театр. Большие гастроли труппы прошли на сцене театра «Содружество актеров Таганки». Артисты представили три спектакля – Константин Иванов, «Часы с кукушкой» и «Во мне душа пихомбара». Как оценила московская публика игру коллектива – в нашем репортаже. До начала спектакля еще час, а публики уже немало. Билеты разбирают быстро. Не каждый день можно посмотреть постановку на чувашском языке. В гримерках актеров идут последние приготовления – грим, прическа, костюм. Все должно быть идеально. Такие цветы дарят нам поклонники хорошие. Видите, какая красота! Это разве не радость? Труппы уже отыграло на сцене Московского театра две постановки. А на десерт – мюзикл «Во мне душа пихомбара». В центре событий борьба двух сторон – охотников и зверей. Сложный текст постановки режиссер, народный артист СССР Валерий Яковлев переводит в систему знаков и символов. Этот мюзикл – синтез песни, речи, танца и пластики. Современная хореография, музыка, написанная под нее и костюмы. За всем этим многообразием зритель следит почти три часа. Спектакль вообще изумительный, интересный. И, честно говоря, вот даже такие эмоции переполняют, что даже нет слов сказать, что я очень довольна, что пришла сюда на этот спектакль. Достаточно динамичный, очень хороший звук, очень хорошая музыка, интересные костюмы, любопытная хореография. Ты действительно веришь, что это волки, волчья стая. И, конечно, некоторые есть очень любопытные моменты взаимодействия в волчьей стае. Поэтому здесь по Станиславскому уже можно сказать, я верю. Такую отдачу зрительного зала почувствовали и актеры. Как они тепло аплодировали, как они любили нас, так они восторженно, прям восхищались нами, спасибо огромное. Мы принесли им частичку Родины, частичку тепла, зарядили. Чувашские артисты на сцене Театра Содружества актеров Таганки выступают уже в четвертый раз. Вся Москва только об этом и говорит. Тысяча смс-ок, тысяча посланий, тысяча сообщений. Москвичи просто безумно благодарны актерам, благодарны всем Чувашской республике, что сегодня идут большие гастроли у нас в Москве. Большие гастроли приурочили к вековому юбилею театра. Его отметят в январе будущего года. А это прекрасный повод для ответного визита уже московской труппы. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Минувшие выходные прошли в республике под знаком спорта. Чувашия принимала финальный этап четвертой всероссийской спартакиады среди трудящихся. В прошедшие три дня на базе пяти спортивных сооружений Чубаксара и Новочебаксарска шла серьезная борьба за медали. Десять видов состязаний, сорок региональных команд и один кубок победителя. В чьих руках он окажется спрогнозировать было сложно. Ведь участники спартакиады не профессиональные спортсмены, а те, кто просто любит физическую культуру и, несмотря на занятость, уделяет ей большое внимание. Как, например, представитель команды Новосибирской области, доцент кафедры экономики Сергей Перепечин. Сложно поверить, что ему 74 года. Нельзя сказать, что есть какая-то палочка-вручалочка. Всегда комплекс факторов. Я считаю, прежде всего, оптимистический настрой. Я занимаюсь всем и даже более напряженно. Это лыжи, плавание. Сейчас освоил скандинавскую ходьбу. И в соревновании среди пенсионеров 11 августа, посвященное Дню физкультуры, когда занял второе место. Крупное соревнование – это всегда большая ответственность организаторов. Состояние спортивных площадок, объективное судейство, условия проживания, питания. Здесь не может быть мелочей. Отличный город, отличные люди, хороший отель, уважительные очень люди. Что нам больше всего понравилось? И город зеленый и чистый. Очень понравился вчера ваш национальный партнер. Нас не удивишь шоу-бизнесом, нас не удивишь профессиональными какими-то коллективами. А вот то, что вы показали на сцене, очень хорошо, что вы продолжаете держать эти традиции. Корпоративный спорт в почете и у нас в республике. Еженедельно члены кабинета министров республики и госсовета проводят совместные тренировки по различным командным видам спорта. Поэтому наблюдать за участниками и оценивать их подготовку вдвойне интереснее. Команды очень подготовленные. Регионов Российской Федерации, трудовых коллективов разных организаций. Интересно смотреть, очень много эмоций. И то, что почти 1200 спортсменов, тренеров у нас в гостях находятся, это для нас значимо. Команду Чувашии на соревнованиях представляли сотрудники сельскохозяйственного предприятия «Прогресс» Яльчикского района, отделение «Сбербанка», «Газпрома», «Т-Плюс» и «Ибресинского района». Изначально, конечно, рассчитываем на победу, с настроем таким, чтобы победить. Все мы друг друга знаем давно, поэтому коллектив сплоченный, только победу ждем. По итогам встреч мужская сборная по волейболу завоевала бронзу спартакиады. Помимо нее, в копилке команды Чувашии еще пять золотых медалей, три серебряных и две бронзовых. В таких видах спорта, как легкая атлетика, армрестлинг, гиревой спорт и перетягивание каната. В общем зачете наша республика заняла седьмое место. Победителем же спартакиады стала Пензенская область. На втором и третьем местах – Ростовская область и Санкт-Петербург. Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика. В прошедшие дни спортивный комплекс Чувашского государственного университета стал местом встречи сильнейших дзюдоистов при Волжье в возрасте до 18 лет. Посмотреть на борьбу последователей гибкого пути решила глава республики Михаил Игнатьев. На четырех татами шла борьба не просто за медали первенства Приволжского федерального округа среди юношей и девушек, но и за путевку на первенство России. За нее в 17 весовых категориях сражались около 500 молодых дзюдоистов из 14 регионов. Для Чувашей это очень знаковое событие, потому что давно не было такого уровня соревнований. Дзюдо в Чувашей развивается, развивается, скажем, будет все лучше и лучше. Больше становится и самих спортсменов, и результаты дает. Но на этих соревнованиях, я думаю, мы все-таки займем места, и нам позволят Чувашьих спортсменов отвезти на другой уровень, то есть на Россию. Безусловно, за медали первенства округа боролись и хозяева. В соревнованиях участвовали 26 спортсменов. Среди них серебряный призер первенства ПФО 2016 года Александр Емельянов. В прошлом году он боролся весовой категории до 60 килограммов. Сейчас же ему предстояло проверить свои силы в категории юношей до 73 килограммов. В этом весе сейчас у меня чувствуется такой недовесок, потому что у меня сейчас запас 2 килограмма, и вес тяжело пошел. Надеюсь, что займу первое место в этот раз. Так как я борюсь в своем родном городе, это оказывает на меня какую-то поддержку. Родные стены помогают, как говорится. К сожалению, в этот раз Александру не удалось занять место на пьедестале почета. Среди представителей Чувашии медаль удалось завоевать лишь Полине Тимковой, выступавшей в весовой категории до 63 килограммов. На ее счету серебро. Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика. Старшеклассники кадетской школы имени Кочетова готовятся к важным соревнованиям. Окружной спартакиаде кадет Приволжья. На этот раз наставниками ребят стали бойцы ОМОНа и воспитатели кадетского корпуса Приволжского федерального округа. Когда вы бежите, головы пригнулись, вы прыгаете сюда. Нога прямая дождались, рука прямая. Прилетели и дальше бежим, поняли? Пока даже самые простые, на первый взгляд, препятствия порой оказываются непреодолимыми. Но упорства кадетам не занимать. Несколько попыток на подготовительных занятиях допустимы. На спартакиаде шанс проявить себя будет только один. Мы впервые выезжаем на такие серьезные соревнования. Это будет для нас очень тяжелым испытанием. Я ожидаю успехов. Чтобы слова оказались реальностью, команда из 20 кадетов и двух наставников будет отрабатывать все необходимые упражнения до совершенства. А этому придется посвятить все свое свободное время. Работать есть над чем. Самый тяжелый на это препятствие был мост. Потому что шатается и тяжело удержать равновесие. Помимо полосы препятствий, лабиринта, стенки, подземных ходов, брусьев, на спартакиаде ребята ожидают марш-бросок, метание ножей и интеллектуальные конкурсы. На Цивильском полигоне есть все условия для качественной подготовки кадетов. Мы находимся на полигоне МВД, где нашему кадетскому корпусу предоставлено время и место для тренировок, для подготовки к спартакиаде. Для кого-то нужно побороть свой страх высоты, для кого-то важно приспособиться к прохождению препятствий, чтобы не удариться, не спотнуться. Кому-то важно отработать и улучшить результаты по времени. Подобные состязания нужны для того, чтобы подготовить кадетов выпускных классов к сдаче единого государственного экзамена, определить уровень их физического развития и подготовки по начальным военным знаниям. В этом году спартакиада проводится на базе Пермского кадетского корпуса ПФО имени Кузьмина. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. Между тем, у парка, в котором строится новый кадетский корпус в Чебоксарах, появилось название. Парк за домом культуры трактора-строителей был разбит много лет назад. Когда-то там даже предпринимались попытки благоустройства, впрочем, ничем не завершившиеся. Летом этого года рядом с парком началось строительство нового кадетского корпуса имени Кочетова. Соответствующим образом будет оформлен и зеленый массив. В начале сентября Минобразование Чуваша и совместно с Минприродой Республики администрации города Чебоксары объявили конкурс на лучшее название парка. В финал вышли 10 лучших названий. Парк юных патриотов России, парк культуры и отдыха Шапашкар, кадетская роща, аллея кадет, парк патриот, парк молодежи и другие. По итогам онлайн-голосование лучшим для парка Чувашского кадетского корпуса признано название «Кадетская роща». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До свидания.